Скандал в Минфине Таджикистана Фабрикации уголовных дел в Таджикистане продолжаются Новые антиисламские поправки в Уголовный кодекс Таджикистана Министерство финансов Таджикистана заявило о том, что недавно опубликованный отчет о сокрытии доходов государственным унитарным предприятиям «Таджикская алюминиевая компания» на сумму более 1 млрд долларов в период с 2010-2016 года не соответствует действительности, а является технической ошибкой, допущенной при подготовке аналитического материала о деятельности компании. Напомним, что в октябре текущего года Министерство финансов Таджикистана обнародовал отчет о деятельности компании «Талко», согласно которому переход алюминиевого гиганта на толлинговую систему привел к необоснованным расходам, непрозрачности финансовых операций и контрактов, увеличению производственных и непроизводственных расходов, выплате огромных гонораров за услуги зарубежных адвокатов, и в этой связи предприятие столкнуло с увеличением дебиторской и кредиторской задолженности, что в результате привело его к плачевной финансовой ситуации. Примечательно, что в докладе, опубликованном Московским центром Корнеги в феврале текущего года относительно компании «Талко» говорится следующее. Близкие и дальние родственники «Рахмона» контролируют все ключевые отрасли экономики, крупные торговые сети, авиаперевозки, финансовые услуги, рынок развлечений и СМИ. Ключевые должности в центральном правительстве и региональных администрациях также занимают члены этой семьи. Родне «Рахмона» принадлежит и крупнейшее в стране промышленное предприятие – таджикская алюминиевая компания «Талко». Именно за ее счет, как предполагают, покрываются расходы правящей элиты. В СМИ Таджикистана участили сообщения о фабрикациях уголовных дел в отношении местных жителей за так называемый терроризм и экстремизм правоохранительными органами республики. Так, на днях судом столичного района Шахмансур был осужден и приговорен к трем годам лишения свободы 54-летний житель города Душанбе за молитву не по ханафитскому мазхабу по статье 189 «Возбуждение национальной расовой местнической или религиозной вражды УКРТ». Согласно материалам уголовного дела, подсудимый неоднократно привлекал внимание имама мечети Хаджимир Али района Шахмансур с совершением молитвы согласно мазхабу отличному от ханафитского, что и побудило имама мечети обратиться к представителям Госкомитета национальной безопасности. Также судом района Исмаили-Самани, города Душанбе, был вынесен приговор в отношении жителя города Вахдата-Довлатова. Его обвинили в финансировании терроризма и приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отметим, что режим Таджикистана всеми доступными ему методами пытается предотвратить исламское возрождение в стране. Так, например, тираническим режимом были изданы указы, запрещающие посещение мечети лицами, не достигшими 16 лет. Также было запрещено ношение исламской одежды женщинами сперва в общественных местах, а на данный момент ведется подготовка общественного мнения к полному запрету на ношение исламской одежды и отращивание бороды. За последние пять лет было разрушено и переоборудовано в клубы и культурные центры несколько сотен мечетей. Кроме того, за последние полгода все оставшиеся мечети в республике были оборудованы камерами видеонаблюдения и металлодетекторами. Таджикистане Проект изменений в кодекс был подписан президентом Таджикистана 14 ноября. Теперь статья 179.3 звучит как «Публичные призывы к совершению преступления террористического характера» и или «Публичное оправдание террористической деятельности». А статья 307.1 – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и или «Публичное оправдание экстремизма». Аналитик Фаридун Хадизада в своей беседе с Радио Азади отметил, что даже ООН до сих пор не дала конкретное определение таким терминам, как «терроризм» и «экстремизм». И прежде всего нужно конкретизировать определение «Публичное оправдание террористической или экстремистской деятельности». А таджикские правоведы прогнозируют слишком широкую трактовку понятия «Публичное оправдание террористической или экстремистской деятельности» со стороны сил режима, которые могут теперь легко репрессировать любого, кто выскажет недовольство по отношению к Рахмону или поддержит исламский призыв в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова